Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я расскажу о трапециевидной мышце, о ее роли при болях головы, шеи, межлопаточной области. Для того, чтобы это было как можно нагляднее и понятнее, начнем с того, что ориентирами и местами крепления трапециевидной мышцы вверху является наружный затылочный бугор, сбоку это ось лопатки и снизу это осистый отросток 12-го грудного позвонка. По своей форме мышцы напоминают треугольник, основание которого обращено к позвоночнику. Левая и правая мышцы вместе напоминают форму трапеции. По своей функциональной способности трапециевидную мышцу можно разделить на три зоны, на три пучка верхний, средний и нижний. Функциями трапециевидной мышцы являются следующие движения. Благодаря сокращению мы поднимаем плечи, поднимаем руку вверх, мы сводим лопатки, приводим их к позвоночнику, и опускаем плечевой пояс вниз. Для укрепления трапециевидной мышцы необходимо выполнять следующие движения. Будь то работа с железом в фитнес-залах, либо с эспандерами, выполняем следующие движения. Поднимаем плечевой пояс наверх. Приводим, отводим руки в плечевом поясе. Длительное нахождение за мониторами компьютеров приводит к тому, что мышцы трапециевидные находятся в длительном тонусе, в напряжении. Сдавливаются нервные волокна, как следствие головная боль. Мышечно-тонический синдром в шейном отделе позвоночника приводит к тому, что усугубляются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, остеохондроз, прогрессируют в грыже межпозвонкового диска. Мышечно-тонический синдром плечелопаточной области приводит к тому, что это болевой синдром межлопаточной области. Для того, чтобы избежать болевого синдрома головной боли, боли в шейном отделе, межлопаточной области, необходимо мышцы трапециевидные не укреплять, а тянуть в данном случае. Сегодня я покажу несколько очень простых, но эффективных упражнений, направленных на растяжение трапециевидной мышцы. При условии, что вы будете правильно выполнять эти упражнения длительное время, вы избавитесь от головной боли, от боли в шейном отделе позвоночника и от боли в межлопаточной области. Перед тем, как тянуть трапециевидную мышцу, необходимо ее хорошо разогреть. Что для этого необходимо делать? Круговые движения назад плечами, круговые движения вперед, поднимать, опускать плечи, можно это делать поочередно. Это будет хорошей разминкой перед тем, как начинать выполнять наши упражнения. Когда мышцы уже хорошо разогреты, мы тянем голову в одну сторону, отводим ее и продолжаем тянуть. То же самое выполняем в другую сторону. Тянем, отводим, продолжаем тянуть. При условии, что вы правильно будете выполнять эти манипуляции, вы будете ощущать, как тянется трапециевидная мышца. А затем мы фиксируем плечо, отводим голову в сторону и продолжаем тянуть. То же самое выполняем с другой стороны. Отводим плечо назад, поднимаем его наверх, голову в сторону и напрягаем. То же самое мы выполняем противоположные стороны. Плечо назад, вверх, голову отводим и напрягаем. Чувствуем, как напрягается и тянется трапециевидная мышца. Также мы можем тянуть трапециевидную мышцу путем разведения лопаток. Такие простые упражнения, при условии, что вы будете выполнять их ежедневно, уже в ближайшем будущем, дадут вам хорошие результаты. Вы избавитесь от боли в голове, в шее, межлопаточной области. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Оставляйте свои вопросы. Спасибо за внимание. Всем пока.